Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Сегодняшняя наша встреча посвящена рискам, которые поджидают компании при работе с денежной наличностью и, собственно говоря, как избежать обвинений в обналичке, в дроблении бизнеса и так далее. На экране вы видите наши контактные данные, наша электронная почта, телефон, наши телеграм-контакты и, соответственно, адрес сайта. Если вам по какой-то причине оказалось неудобным время проведения нашей встречи или вы не смогли ее дослушать до конца, вы можете потом посетить сайт. Мы через некоторое время выкладываем записи наших встреч и вы сможете посмотреть его в удобном для вас формате по времени. Ну и, может быть, вас заинтересуют какие-то другие материалы с других вебинаров, которые у нас проводились. Будем рады быть вам полезными и оказать любую помощь, которая касается сопровождения программ 1С. Сегодня мы с вами поговорим о денежных средствах, опасных контрагентах, разведке, ну то есть где постелить себе соломки. ФНС против бизнеса – это вообще песня о вечном. Ну и, естественно, про дополнительные сервисы и отчеты. Как будет построена наша сегодняшняя встреча? Все нормативные, так сказать, материалы я буду вам показывать на слайде. После этого мы будем переключаться на демо-базу и, так сказать, уже вживую будем на ней смотреть, что можно сделать, какие можно получить отчеты, то есть как подстраховаться и что для этого нужно, из каких источников мы можем получить материалы, используя конфигурацию 1С и ИРП, ну и, соответственно, что можно сделать попутно, какие может быть административные меры принять. Итак, переключаемся на денежные средства. То есть денежные средства предприятия по классическому определению – это оборотные активы. Причем эти активы – самые ликвидные из всего имущества. Соответственно, в связи с этим долговики к ним предъявляют, ну скажем так, повышенные требования по контролю и, соответственно, сами уделяют много времени для проверки вашей благонадежности, если можно так выразиться. То есть наличие денежных средств в достаточном объеме гарантирует, что компания вовремя рассчитается по долгам и не станет банкротом. Хочу напомнить, что к денежным средствам относятся и наличные денежные средства, то есть это касса, и деньги на расчетных, специальных или валютных счетах. В бухгалтерском балансе это отражается одной строкой, то есть и денежные средства, и денежные эквиваленты. То есть это могут быть и ваучеры, и какие-то другие ценные бумаги. В 1СЕРП для контроля и планирования движения денежных средств предусмотрен депутат начальство. Сейчас мы с вами переключимся на демо-версию, и я вам покажу сначала слайдик, а потом мы переключимся и, так сказать, тоже потрогаем руками. Итак, блок казначейства у нас выделен в отдельный, так сказать, раздел, и в нем нас интересует блок планирования и контроль денежных средств. Допустим, в бухгалтерии есть блок банк и кастов, в некоторых других конфигурациях тоже, соответственно. А вот в ЕРП уже блок казначейства. То есть здесь мы можем с вами и смотреть, и планировать поступление денежных средств, и, соответственно, контролировать. Теперь вот переключаемся на демо-базу и смотрим. Вот у нас этот же блок, только уже, так сказать, вживую. Обратите внимание на построение этого блока. То есть у нас есть подразделы. То есть вот вы видите планирование, банк. То есть банк, безналичные платежи, это у нас, собственно говоря, инструмент, который используется ежедневно. То есть это загрузка и выгрузка выписок из банка. Ну и, соответственно, формирование инкассации. То есть все, что связано с банковскими операциями. Кассы – это, соответственно, то же самое первичные документы и формирование уже отчетности. То есть кассовые книги и так далее. И здесь же у нас размещен блок работы с подотчетниками и финансовые инструменты. То есть финансовые инструменты – это договора с банками, с кредитными организациями. То есть все, что касается неденежных операций. Итак, то есть для того, чтобы планировать работу с денежными средствами, мы используем платежный календарь. Платежный календарь – очень интересный инструмент. Сейчас он пока запустится, я про него немножко расскажу. То есть он позволяет, во-первых, планировать платежи, которые вам должны поступить от клиентов и которые должны отправить вы. Вот в этом, так сказать, с планированием платежей нужно быть особенно осторожным. Почему? Потому что при анализе налоговыми органами ваших платежей как раз таки и собирается основная информация о том, что компании можно предъявить обвинение в неблагонадежности. Почему? Потому что... Блин, пока откроется, состаришься. Вот, слава богу. То есть платежный календарь у нас может отражаться, внешний вид, который вы видите на экране, в нескольких вариантах. Если мы используем кнопку «Вид», то в этом случае у нас появляется возможность выбирать. Если мы выбираем заявки «Календарь», то вот у нас такой вид, который мы видим, и сохраняется. Если мы выбираем «Календарь платежи», то, соответственно, у нас в этом случае получается уже немного другой интерфейс. И в верхней части, в табличной части, мы видим наши, собственно говоря, вот так сейчас откроем. Это расчетные наши юридические лица и расчетные счета. То есть, как вы видите, ну вот не очень удачно открыла, здесь нет операции. Собственно, у нас отражаются просроченные задолженности, и, соответственно, идет расчет по дням, когда и какие платежи мы должны с вами выполнить. Вот здесь, видите, то есть вот у нас есть такая операция, это кредитная линия, и у нас тут расписаны уже какие-то конкретные платежи. Это позволяет, во-первых, избежать кассовых разрывов, а во-вторых, лишний раз проконтролировать себя в том, что такие суммы мы планируем к оплатам. И, соответственно, кроме этого вида, у нас есть еще список заявок. То есть заявок – это, если можно так выразиться, внутренний инструмент контроля. То есть он позволяет перекрыть производство платежей без одобрения руководителя. То есть создаются заявки. Сейчас мы отсюда выйдем. И снова вернемся в блок казначейства. Создаются заявки на расходование денежных средств. Вот они у нас здесь сконцентрированы. И платежные поручения создаются уже только по заявкам, которые находятся в статусе согласованные к оплате. Соответственно, если не стоит, что эта заявка согласована, статус оплата не будет разрешен. И платежное поручение по такой заявке не будет выполнено. Ну и, соответственно, если мы делаем платежное поручение без заявки, то, соответственно, тоже будут сложности. При этом нужно будет выполнить некоторые настройки, но, тем не менее, вот вы видите, сейчас у нас открылся журнал заявок на расходование денежных средств. И, соответственно, у нас вот тут идут... Мы видим, какие хозяйственные операции были. Видим, что отмечены флажками те, которые уже выпустили. То есть те, которые уже оплачены и прошли по банковской выписке. Ну и, соответственно, остальная информация по платежкам. Как вы видите, вот у меня здесь есть платежка несогласованная. То есть, соответственно, она не прошла. Это, в общем-то, очень удобный инструмент, потому что позволяет видеть достаточно оперативно картину, которая сейчас, допустим, ситуация, которая у вас сейчас с оплатой заказов, счетов, ну, то есть с обязательными платежами. Снова вернемся в платежный календарь. И показать я хочу вот какой момент. То есть сам по себе платежный календарь поставим вот так, чтобы нам все было видно. И, собственно говоря, здесь каким образом происходит планирование. То есть у нас есть заявки. И когда мы ставим на какой-то конкретной строке, останавливаемся, вот видите, это у меня отдельный счет. И у меня на этом счете висит заявка. Я могу перейти в заявку, посмотреть, ну, все ли там в порядке. В заявке формируются реквизиты для оплаты. Я могу их проверить. И после того, как я посмотрела, что моя заявка как бы все в порядке, соответствует всем необходимым требованиям, то в этом случае я могу нажать к оплате. Когда я формирую к оплате, то в этом случае у меня заявки меняют статус. И есть еще одна кнопочка сформировать списание денежных средств. То есть вот списание денежных средств. Вот видите, это у меня открылась заявка на расходование. Я проверяю, соответственно, заполнение, с какого счета. Могу что-то в заметках, пишется информация, которая не будет включена в сами документы, которая для работников предназначена, для бухгалтерии. И текст. Хочу особо обратить внимание на текст. То есть это у нас назначение платежа. И если вы хотите избежать того, чтобы ваши платежи были признаны обналичкой или возбудили, так сказать, интерес налоговых органов, то в назначении платежа необходимо указывать очень подробную информацию. То есть, во-первых, за что оплата, то есть предмет оплаты. Допустим, это у нас была электроэнергия. И дальше идет расшифровка. По какому акту, по какому объекту. То есть, соответственно, если у вас несколько объектов, за которые вы платите за электроэнергию, их нужно указать. Во-первых, документ, акт выполненных услуг. А во-вторых, уже более подробная информация. Если вот так подробно вы не можете это расшифровать, то хотя бы нужно указывать реквизиты договора на оплату с энергоснабжающей организацией. То есть договор, там номер такой-то, от такого-то числа и так далее. И дальше должен быть текст, который поясняет, что, например, это авансовый платеж за электроэнергию, там по договору такому-то. Ну, то есть максимально полную информацию. Если это товары, то, опять же, должно быть указано не просто за товары, а там, например, за канцтовары, за моющие средства. Ну, то есть должна быть расшифровка. И должна быть расшифровка по какому документу. То есть если у вас один рамочный контракт, и в его рамках вы производите оплату, то в этом случае должно быть указано, что по накладной номер такой-то, за строительные материалы, допустим, уже, ну, очень не желательно писать. Желательно написать там за блоки, брусы, там, цемент и так далее. В этом случае налоговики не будут предъявлять такое пристальное внимание. Но кроме налоговиков у нас проверяет еще банк. И в случае, если у банка возникают вопросы, то есть они не могут, допустим, достаточно точно определить, что это платеж за конкретные товары, а не обналичка, то в этом случае банк с вас затребует подтверждение. Чаще всего запрашивается договор с этой компанией, но может быть запрос и на предъявление скана копии документа, на который вы ссылаетесь. Ну, то есть обоснование платежа будут у вас запрашивать. А в принципе это не самый, скажем так, плохой вариант, когда надо совсем-совсем насторожиться. Это, так сказать, превентивные меры, но, тем не менее, нужно сделать вывод, что, во-первых, стоит проверить вашего контрагента, пробить его через доступные сервисы. А во-вторых, нужно посмотреть, правильно ли оформлены документы и не принесет ли вам в будущем сложности то, как оформлен документ. Ну, и в-третьих, вы будете знать уже, что по этому контрагенту, либо он попал в какую-то группу, может быть, насколько вы знаете, сейчас банки разделили всех клиентов на три группы. Красная, желтая и зеленая, как светофор. То есть, может быть, ваш контрагент находится не в зеленой группе, а, например, в желтой, то есть повышенный риск. Ну, а если в красной зоне, то это вообще очень печально. Нужно принимать срочные меры. Так, выходим мы с вами из заявки и возвращаемся в платежный календарь. То есть, когда мы нажимаем кнопочку «Сформировать списание денежных средств», это значит, что у нас по этой заявке формируется платежное поручение и, соответственно, оно уходит в банк. И дальше нам остается только запустить обмен банка с нашей программой. То есть, фактически запустить работу клиент-банка. И еще один момент, который нам здесь доступен. Мы можем изменить платеж, например, так сказать, в пожарном порядке при формировании платежного документа что-то уточнить. Например, если это бюджетный платеж, то там, допустим, неправильно указаны какие-то данные для бюджетного платежа. И, видите, вот у меня включился контроль. То есть, когда я запустила на формирование платежных поручений, у меня программа проконтролировала и предупреждает, что мой платеж либо больше суммы задолженности, либо сумма заявки каким-то образом не вписывается в точки контроля. Ну, то есть, это дополнительный инструмент посмотреть, проконтролировать, что уходит в банк. На самом деле, когда платежей много, это очень удобно, потому что позволяет еще на этапе отправки ну, так сказать, поймать какие-то косяки. Так, сейчас мы отсюда уходим. Закрыть. И пока мы с вами вернемся к нашим слайдам. То есть, это вот слайдик, который показывает то, что мы только что с вами посмотрели. И теперь мы поговорим о том, в каких ситуациях нужно быть особенно осмотрительным и, так сказать, делать все по букве закона от А до Я. Ну, во-первых, это сделки между аффилированными лицами. Про это уже писали и говорили, ну, по-моему, все, кому только не лень. Но, тем не менее, это достаточно серьезное основание для того, чтобы повышенное внимание уделять. Основные претензии, которые предъявляет налоговая инспекция сейчас, касаются либо того, что вы занимаетесь обналичкой, либо того, что ваша компания занимается либо дроблением бизнеса, ну, то есть уходит от налоговых платежей не вполне разрешенными способами. Чтобы избежать таких обвинений, нужно, в принципе, сначала договориться со своими партнерами. Это самый простой и действенный способ, ну, на уровне сарафанного радио. То есть, во-первых, разведка – это когда вы договариваетесь со своими партнерами, что если к ним поступают какие-то запросы от налоговых органов, то в этом случае они вам сразу сообщают о таком факте. Это раз. И второе, если запрос, который они получили от налоговиков, затрагивает не какую-то конкретную операцию, там, допустим, в рамках встречной проверки или еще что-то, а именно распространяется на операции, например, за последние три года, то вот это очень серьезный повод насторожиться. Это обозначает, что налоговая готовит комплексную проверку по вашей организации, потому что ей нужны сведения, она может первоначально запросить у вас данные за три года. И, соответственно, если она запрашивает у ваших партнеров сведения об операциях с вами, то, соответственно, это будет, ну, скажем так, перекрестный допрос. И если вы, ну, где-то что-то пропустили, то это очень негативно скажется на последствиях. А второе маскировка, так сказать, это значит, что стоит избегать крупных платежей, которые однозначно привлекают внимание налоговых органов, то есть платежи свыше 600 тысяч уже попадают под автоматический, так сказать, интерес. И крупные платежи в адрес либо ипистов, либо спецрежимников, то есть тех, кто применяет спецрежимы, упрощенку и так далее. То есть вот это как раз-таки повышенная группа риска. Платежи в адрес ИП или спецрежимников. Потому что в этом случае, ну, можно, это однозначно будет обвинение в обналичке, а второй вариант обвинения, это будет применение незаконных схем минимизации налогов. То есть вот это как раз будет и дробление бизнеса, и все что угодно. Теперь в каких случаях, какие риски возникают? То есть если при расчетах с ипистами организация не является взаимозависимой, то есть ип посторонние, и организация с ним никак не пересекаются ни в учредителях, ни в руководителях, значит, в этом случае они не взаимозависимые, и тогда контроль на цену сделки не будет распространяться. То есть вы можете применять те цены, которые у вас были в документах, там, в договоре, например, или в чате указаны. То есть такая цена признается рыночной, и, собственно, претензий по поводу этой цены не возникает. А вот если выявляются признаки аффилированности, вот в этом случае налоговики уже имеют право предъявлять претензии в дроблении бизнеса. А дробление бизнеса – это, соответственно, то есть цена пересчитывается по рыночной стоимости, то есть эта рыночная стоимость берется налоговиками, например, по региону, и если ваша цена, цена вашей сделки будет ниже, чем средняя по региону, то, соответственно, вам да начислят и налог на прибыль, и если это с НДСом, то НДС, ну, естественно, плюс штрафы и плюс пени. При этом налоговики должны доказать, что у вас именно имело место дробление бизнеса, то есть бизнес разделили. Ну, естественно, в этом случае инспектора наиболее охотно берутся за мелкие фирмы, которые дробят бизнес, чтобы, например, не превысить лимиты по упрощенке, или снизить налоги при взаимодействии со спецрежимниками. То есть на спецрежиме остаются люди, а, допустим, основная деятельность идет на компании с общим режимом. Достаточно давно, уже два года назад, было письмо налоговой инспекции, что она поручает усилить контроль за такими упрощенцами и спецрежимниками. Узнать, что же все-таки будут контролировать налоговики и как это может происходить, то есть как подстелить соломки, можно в отдельном сервисе. Сейчас мы с вами снова переключимся на ERP и посмотрим, переключаемся и посмотрим, что у нас тут есть для того, чтобы это сделать. Это мы пока закроем. И, собственно говоря, у нас есть на начальной странице пиктограммка с домиком. У нас можно вывести вот такое предупреждение, то есть проверить данные контрагента. Данные контрагента можно проверить несколькими способами. Ну, во-первых, есть встроенная проверка контрагента во всех конфигурациях, но при встроенной проверке есть немного особенностей. То есть если вы являетесь подписчиком ИТС, то есть у вас официальная легальная программа, и при этом у вас подписка ИТС-ПРОВ, то в этом случае проверка контрагента у вас будет бесплатной. Если у вас подписка ИТС-Техно, то в этом случае вы можете воспользоваться этим сервисом за дополнительную плату. Ну, правда, плата достаточно дружественная, она составляет там порядка 4 800 за год. При этом она, кроме того, что проверку осуществляет, дает возможность заполнить в карточку контрагента все данные, которые содержатся, например, в ЕГРЮ. То есть карточка контрагента заполняется уже проверенными данными, экономится время, во-первых, наручной подвод этой информации, ну, а во-вторых, вы будете убеждены уже, что данные введены правильно, и данные не только из ЕГРЮ, но и про сведения про ответственных лиц, то есть руководителей. Ну, допустим, вот мы с вами можем открыть, ну, например, продажи, да, раздел продажи. И в этом случае посмотрим. Кроме того, что у нас есть возможность проверки контрагента, она включается в тот момент, когда мы заполняем карточку контрагента, или хотим проверить, что там правильно, неправильно, и заходим в карточку. Вот в этом случае здесь уже будет четкий контроль. И вот мы с вами зашли в карточку, у нас есть клиенты. Мы можем зайти и посмотреть, что же у нас про клиента написано. То есть на самом деле, вот возьмем, ну, любого, где у нас заполнено. Сейчас сьюсь лицо. Вижу, ну, допустим, возьмем вот этот. В этом случае у нас, вот как видите, открылась карточка контрагента. И здесь у нас есть публичное наименование, рабочее наименование и так далее. И, собственно говоря, во-первых, закреплен менеджер, кто с этим работает, кто должен знать, так сказать, его в лицо и наизусть. Вот, а следующий момент у нас есть, вот так, информация, которая, если вы через этот сервис работаете, вот здесь адреса заполнит корректно. То есть адрес доставки не заполнит, а вот адрес вашего предприятия заполнит правильно, как в выписке EGRU. И здесь еще есть один вот такой интересный момент. Сейчас мы до него доберемся. То есть это карточка контрагента. И является он клиентом или является он поставщиком, мы отмечаем в этой карточке. То есть проставляем чекбокс. У вас может являться партнер и покупателем, и поставщиком, например, каких-то услуг. И, может быть, дает вам какие-то кредиты или займы. То есть в этом случае еще здесь флажок будет. И мы, собственно говоря, в этом случае имеем более полную информацию об этом договоре, об этом клиенте. А следующий момент, это вот наша верхняя панелька меню, как вы видите, да. И здесь у нас есть взаимосвязи. Во взаимосвязях вы можете указать, какая связь. Допустим, что вот у нас это юрлицо является поставщиком, клиентом. Ну, то есть, и можно до второго звена, то есть выбрать, что... У меня здесь не заполнена информация, поскольку демобаза, что является, допустим, поставщиком вот для альфы. То есть это помогает для того, чтобы... Сейчас немножечко подвину, чтобы можно было закрыть вот так вот. чтобы определить взаимозависимость, ну, то есть аффилированность и так далее. Это поможет избежать обвинений в дроблении бизнеса. Есть еще несколько сервисов, про которые тоже стоит помнить. Это сервисы, которые помогают оценить риски взаимодействия взаимодействия с этими партнерами. Ну, допустим, если мы с вами возьмем закупки, то в этом случае режим закупки у нас практически очень похожий интерфейс. То есть у нас в этом случае есть НСИ, есть заказы, так же, как и в продажах, и дополнительные функции, которые позволяют работать с доставкой, с таможней и так далее. И вот расчеты с поставщиками. У нас есть, как вы видите, вот такие... два таких интересных пункта. То есть справки 1С Парк и контрагенты, которые находятся на мониторинге 1С Парк. Значит, если мы с вами берем справки, то в этом случае мы можем запросить справку с портала на 1С и ТС. А второй вариант... Сейчас. Так быстрее будет. Это контрагенты, которые на мониторинге 1С Парк. Соответственно, он может попасть в этот раздел либо автоматически, либо мы можем ручками его создать. И самый вопрос, про который всегда обычно забывается, это если я открыла сейчас, у меня здесь еще ничего нет, и я засомневалась, а то ли я делаю, и что такое мониторинг 1С Парк, чем он отличается от налогового мониторинга, у меня есть возможность по плюсику перейти в справку. И здесь, в общем-то, очень доходчиво и нормальным языком, неофициальным, так сказать, написано, что это такое, для чего это предусмотрено, и чем вам поможет для страховки от обвинений. В принципе, если у вас ведутся вот такие, вы осуществляете такие проверки по вашим контрагентам, то вы уже как минимум можете отписаться, что вы проявили должную коммерческую осмотрительность, что вот у вас, вы проверили контрагента, у вас все про него, ну как бы есть, и выписки из EGRU, EGRIP и так далее. Ну, если вам этого показалось недостаточным, есть еще один очень интересный сайт, он работает достаточно давно и уже, ну, как бы зарекомендовал себя в этом плане. Это за честный бизнес, то есть это сайт за честный бизнес. Там по ИНН вы можете получить информацию, когда была создана фирма, какой уставной фонд, кто руководители, ну, то есть максимально подробную информацию. Если вы запрашиваете обычные сведения, то это бесплатный раздел. Если вас интересуют более подробные, ну, например, бухгалтерская финансовая отчетность, то это уже идет платный раздел, но на этом сайте собирается информация из всех источников, где официально выложена такая документация. То есть в налоговую инспекцию отчитывался, не отчитывался, а какие показатели баланса, то есть насколько устойчивы и так далее. То есть это уже информация для более, ну, скажем так, аргументированного составления защиты. За честный бизнес, это название сайта, к сожалению, оно не подключено к Одинэске, но Одинэск использует ресурсы официальных органов, то есть налоговых органов, регистрационный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. То есть доказать должную осмотрительность вы в любом случае сможете. Сейчас мы с вами снова вернемся к нашим слайдикам и посмотрим еще немножко информации. Значит, собственно говоря, основное обвинение, ну, это обналичка и дробление бизнеса. Соответственно, если вам предъявляют обвинение в обналичке, то в этом случае будет очень пристальное внимание к аффилированным лицам, ну, и, соответственно, в этом случае не избежать обвинений в дроблении. Чаще всего применяются две схемы налоговики, их прекрасно знают и, в общем-то, стараются найти признаки любого из этих схем, любой из этих схем, ну, соответственно, при проверке вашей компании. То есть первая схема, это когда организация переводит часть выручки, имущество и персонал в другую фирму или на ИП, которая применяет упрощенку, то есть спецрежим. А на самом деле и люди работают как единое целое и маскируют один фактически бизнес, то есть один вид бизнеса. то есть в этом случае в первую очередь смотрят на то, насколько приближаются к установленным лимитам данные юрлицы. То есть если, например, одна компания на ОСН приближается к критическим значениям, что по выручке, что по количеству людей и создает другую компанию и выручку пускает, ну, скажем так, пополам то на одну, то на другую, в этом случае уже сразу будет боевая стойка. А если, например, по основным средствам, ну, здесь то же самое. То есть если у нас установленный предел 150 миллионов, у вас было одно здание и вы поделили собственность половину здания на одной компании, половину здания на другой компании, то это уже будет просто как красная тряпка. И, собственно говоря, это у нас первый вариант. Даже если вы очень красиво все документы сделаете, этого не гарантирует о том, что налоговики не предъявят таких претензий. Потому что, ну, достаточно очевидно, что если, например, у вас на одной фирме числится главбух, а на другой фирме числится кассир, то, в принципе, кассир без главного бухгалтера может работать, а вот главный бухгалтер без кассира выдать зарплату и той той фирмы уже будет маловерно. А вторая схема это, когда у нас создается группа компаний, в которой есть организация или ИП и на общей системе, и на спецрежимах. Ну, ЕНВД у нас сейчас не применяется, упрощенка у нас была. То есть фирма на общей системе нужна, чтобы, например, покупатели, которые хотят работать с НДС, это в основном Москва, это основная часть России, поскольку там работают с НДС. и когда с такими компаниями вы работаете, у вас всегда спрашивают, вы как хотите, с НДС или без НДС. И, соответственно, если вы говорите с НДС, то вам выписывают счет от одного юрлица, а если без НДС, то от другого юрлица. и, соответственно, фирмы, которые работают на упрощенке, ими чаще всего пользуются, когда нужно с розничными покупателями работать. То есть им выписывают чеки от компании, которые на упрощенке ЕНВД сейчас мы не применяем, но упрощенка у нас сейчас как бы заменила это. Плюс сейчас, как вы знаете, на пилотном проекте находится автоматическая упрощенная система налогообложения, которая также очень аппетитна в таких случаях. Но пока миссия только в четырех регионах работает. То есть в этом случае, естественно, точно так же и обналичка используется. И для этого свои фирмы и свои ИП очень активно используются для того, чтобы увеличить расходы на общей системе. Поскольку одно мое юрлицо осуществило какие-то расходы, ну, например, оно на 6% упрощенке, и мне на этой 6% упрощенке расходы не нужны. Значит, в этом случае я эти расходы отправляю на свое основное юрлицо, и там, ну, соответственно, увеличивается и на стоимость этих расходов, и на стоимость услуг моего собственного ИП или юрлица. Чаще всего предприниматели в такой схеме держат для обналички. И, соответственно, они никакой деятельности не ведут, прошу прощения, а только имитируют то, что они как бы делают. И в этом случае по полной схеме будет применяться алгоритм, который используют налоговые органы, то есть вы получите и за обналичку, и за дробление бизнеса. то есть в этом случае мы, опять же, должны, ну, во-первых, проверять, что мы не превысили крупными платежами лимит, который уже заинтересует банк и налоговые органы, и финмониторинг. Во-вторых, обязательно следить за тем, что у нас используются партнеры, которые, ну, как минимум не аффилированы, как максимум вообще сторонней организации. И если у нас все-таки есть аффилированные лица, то чтобы у нас были достаточные основания, чтобы отбиться от того, что мы не проявили должностно осмотрительности или именно обвинения в аффилированности лиц. Аффилированность лиц, это, напомню, у нас работа близких родственников, например, супругов, сестер, папа, мама и так далее. А второе, это работа начальника подчиненной, то есть, если в одной компании специалист работает, у него есть начальник, а в другую компанию он переводится начальником, и там присутствуют те же лица. посмотреть признаки аффилированности можно в кодексе, там это достаточно в налоговом кодексе достаточно подробно расписано. Сейчас мы с вами снова переключимся на нашу демо-базу, и вот про какие моменты хотелось бы поговорить. то есть, у нас в разделе «Главное» есть, ну, то есть, раздел «Главное» это, собственно говоря, такой достаточно большой один помощник. Как вы видите, здесь у нас есть работа с электронной почтой, то есть, когда мы напрямую электронная почта с «Генессом» работает. Здесь у нас есть заявки на всякие ремонты и так далее, и вот по казначейству у нас здесь есть заявки на расходование денежных средств. Ну, и, соответственно, как вы видите, здесь больше как что-то среднее между агонайзером и обычной напоминалкой. А вот, и есть у нас еще раздел «Стереем» и «Маркетинг». Вот в этом разделе у нас немножечко побольше есть информации и, собственно говоря, нас интересуют настройки справочники. И здесь, видите, есть достаточно много информации, которая касается роли контактных лиц, например, группы доступа, то есть, видео, виды информации и так далее. То есть, здесь мы с вами настраиваем действия с этими по гиперссылкам переходим и в этом разделе настраиваем нужные сведения. То есть, естественно, на первоначальном этапе, когда вы только переносите базу или только заново ее заполняете, это потребует дополнительных затрат времени. Но в последующем это вам очень сильно облегчит работу по защите, так сказать, по отстаиванию своих интересов. Потому что у вас всегда будет возможность указать, что вот велась переписка, это один из способов контроля доказать, что эта сделка была экономически обоснована, имела деловой характер и велась с конкретными лицами. То есть, вы указываете, что это, например, он был ваш партнер, и вы понятия не имеете, что у него была какая-то аффилированность, даже если на 100% уверены, что она была, что вы контактировали вот с такими-то специалистами этой фирмы, что вы знаете, где находится не юридически, а фактически адрес. То есть, что фирма была реально существующая, у нее есть там где-то офис, у нее там где-то есть какие-то специалисты, которые работают. И следующий момент мы отсюда пока увидим. Снова посмотрим CRM и маркетинг. То есть, что мы проверяли по всем возможным сведениям эту компанию, для этого у нас есть другой раздел отчеты по CRM и маркетингу. и кроме того, у вас есть подробные отчеты системы 1С парк риски, что вы проверили контрагента всеми доступными способами, запросили по нему информацию из EGRU или EGRIB, ну, то есть, вели себя очень-очень аккуратно. и, собственно говоря, здесь видите, вы можете предъявить, допустим, какие-то сведения, которые у вас имеются в программе, что вы проверяли компанию, что она выпускает, какие товары, что вы, допустим, сравнивали эти товары с кем-то из аналогичных партнеров, и пришли к выводу, что эта компания супер, прямо какая хорошая, и вот улучшения ее просто не бывает. То есть, для этого, в принципе, существуют и вот такие отчеты, и, собственно, те, которые мы смотрели с вами в разделе закупки и в разделе продажа. То есть, здесь, видите, тоже достаточно много отчетов и по продажам, и просто отчетов, которые помогут вам доказать то, что вы проявляли не просто должную предусмотрительность, а просто-таки супердолжную. Вот. И еще один момент, который тоже хотелось бы затронуть, это при работе с разделом НСИ и администрирование, то есть, это нормативно-справочная информация и администрирование, нужно будет проверить, что вы указали в первоначальных настройках. То есть, когда мы попадаем с вами в НСИ и администрирование, у нас есть раздел, вот, настройка НСИ и разделов. То есть, вот, в первой колонке, так сказать, в общем-то, технически больше параметры, ну, типа, обслуживание программы, там, интерфейс и так далее. А в настройках НСИ и разделов у нас с вами происходит первичная активация разделов, которые изначально не отражаются, но могут быть применены. И, соответственно, если мы предполагаем работать, например, с казначейством, то проверить, чтобы у нас с вами здесь стояли все необходимые флажочки. То есть, например, что у вас есть несколько банковских счетов, что у вас есть несколько касс. У меня эти окошки не активны, поскольку я уже эти настройки сделала, и у меня уже были такие операции. То есть, сейчас я их отменить уже не смогу. А вот те, которые у меня остались не, были не заполнены, по ним не было операции. Вот, соответственно, я их сейчас вижу. Кроме этого, вот у меня есть еще раздел планирования и расчет денежных средств, и здесь я ставлю отметку, что используются заявки на расходование денежных средств. Если у меня этого флажка не будет, то в платежном календаре я практически работать не смогу, потому что у меня не будет заявок, которые можно проконтролировать, что директор подписал и согласен, допустим, на такой расход. И тогда я буду видеть только план платежей, то есть, то, что у меня следует из договоров, если я заполню их все правильно. И, собственно говоря, вот раздел взаиморасчеты, опять же, просмотреть, что у нас тут установлено. То есть, обычно устанавливаем взаиморасчеты онлайн, хотя у нас здесь есть выбор оффлайн или онлайн, и порядок зачетов документов. То есть, я могу по дате документа делать, а могу по плановой дате продаж. И, собственно, просматривайте все незаполненные ячейки, проставляйте флажки там, где это требуется. В этом случае вы активировали работу с платежным календарем. То есть, в этом случае вы немножко больше себе оставили варианции, так сказать. То есть, у вас еще и программа, и вот этот раздел контролирует ваши платежи. И еще один момент, опять возвращаемся к администрированию. вот наш раздел продаж, например. И, как вы видите, здесь есть оптовые продажи, розничные продажи. Вот проверяем оптовые продажи. Ну, то есть, это то, что вызывает чаще всего интерес налоговиков, потому что оптовые продажи это сразу более крупные суммы, чем с розничными, например, покупателями. то есть, мы проверяем, что используем ли мы договора, используем ли мы что-то другое. И вот, видите, здесь есть постановка клиентов на мониторинг 1С парк. И если мы переходим по гиперссылке, то есть, вот проваливаемся в настроить, то у нас появляется возможность настроить этот конкретный блок для использования. Вот. И дальше уже идут технические параметры, что какие заказы, какие способы резервирования товаров, ну, короче, и так далее. И вот здесь вот еще тоже очень интересный момент контроля грузки при закрытии заказов и накладных. То есть, программа будет контролировать, что вы, например, перевели 50 тысяч, а заказ у вас оплатился не полностью. а в следующий раз вы перевели 70 тысяч из них, там остаток на предыдущую поставку, остаток и аванс на другую. То есть, в этом случае программа будет контролировать закрытый заказ или не закрытый, ну, в зависимости от того, что вы проставили, какие флажочки. Вот. И если вы работаете с агентскими услугами, то есть, например, комиссионная торговля, то, соответственно, вот проверяем, что у нас проставлено и так далее. Еще обратите внимание передачи на ответственное хранение. То есть, это если вы, ну, либо вы, либо ваш партнер работает в режиме склада временного хранения, то есть, принимает на себя обязательства по хранению. естественно, за это выставляются счета, ну, то есть, это фактически деятельность, которая требует дополнительного документального отражения, потому что это услуга, а услуги для налоговиков в этом отношении тоже как красная тряпка. То есть, особое внимание для проверяющих представляют собой договора услуг, ну, например, маркетинговые услуги, все это однозначно налоговики будут потирать руки, потому что доказать осуществление маркетинговых услуг бывает достаточно непросто, то есть, необходимо очень подробно указывать, что проведена там промо-акция по такому-то адресу, такими-то людьми, такими-то товарами, ну, то есть, очень подробно и грамотно составлять первичную документацию. Точно так же, как и, например, услуги типа исследования рынка сбыта, производства каких-нибудь расчетов там и всего такого, то есть, если у нас идет предоставление каких-то конкретных услуг, то есть, те же предоставления расчетов, к ним необходимо составить акт передачи результатов этой работы, а вот к услугам по маркетингу такое, естественно, необходимо сделать, но уже гораздо более проблематично и более трудоемко, поэтому, когда вы работаете с услугами, которые вам оказывают, будьте особенно внимательны именно к оформлению первичных документов, это позволяет избежать и обвинений в обналичке, и в дроблении бизнеса, и в экономической необоснованности, ну, то есть, страховка на разные случаи жизни. Так, и еще один раздел, который мне хотелось бы показать вам, это тоже, где мы с вами ходили, закупки, но уже в разрезе НСИ и администрирования, то есть, здесь нас интересует, что соглашения и договора с поставщиками, вот в этом случае обязательно нужно ставить флажочек, потому что даже несмотря на то, что вы можете работать чисто по накладным без составления договора, лучше все-таки подстраховаться, потому что вопросы при этом могут возникнуть, ну, а если это конкретно ваше собственное юрлицо, то это сделать нежелательно, а просто необходимо, вот, то есть, вы должны полностью соблюсти ритуал, как будто это посторонний поставщик, как будто вы у него запрашиваете информацию, он вам присылает там какое-то коммерческое предложение, вы с ним переписываетесь, ну, то есть, доказать наличие интереса, наличие у него нужного товара и то, что это, эти услуги были выполнены, ну, то есть, обложиться бумажками как можно более плотно. И та же самая ситуация у нас с заказами поставщикам, то есть, заказы мы делаем, да, это лишний повод, то есть, это лишний документ, подтверждающий, насколько мы предусмотрительные и хитрые, и, собственно говоря, а дальше это вот эти вот флажочки тоже стоит проверить, они нужны, во-первых, в фактической работе, ну, а во-вторых, в бюрократической, вот, и дальше у нас идут уже первичные документы, которые сопровождают закупки, сопровождают операции, и вот мы смотрим, это уже более, скажем так, блок комфорта, ну, то есть, это уже для работы конкретных менеджеров, и статусы документа, вот это очень важный момент, потому что это более детальный контроль, работа с поставщиком, когда вы отслеживаете состояние, там, допустим, своего заказа, обработки вашего заказа и так далее. Сейчас мы с вами перейдем снова в блок наших слайдиков, и я хочу снова вернуться, так сказать, к титульному листу, поскольку наше время уже подходит к концу, я хочу поблагодарить вас за уделенное внимание, за время, которое вы нам выделили, и повторить еще раз наши контактные данные, то есть адрес электронной почты, наш телефон, наши телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Сказать, что вела сегодняшнюю встречу Гардышева Галина Евгеньевна, то есть я консультант-аналитик, и мы будем рады, если у вас возникнут какие-то вопросы, ответить на них любым удобным для вас способом, то есть обращайтесь, если это будет, например, письменный запрос, то мы вам сможем ответить и более предметно уже касательно вашей ситуации, и более подробно, потому что у нас не будет ограничения по времени, ну и в остальном любые работы, которые касаются программ семейства 1С, и продажи, и внедрения, и доработка, ну то есть весь спектр. Будем рады дальнейшему сотрудничеству, благодарим вас за внимание, на этом компания Кодерлен прощается с вами, всего вам доброго, надеемся, что это еще не последняя наша встреча. КОНЕЦ